Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение партии за Людвига Второго Короля Баварии в Сидмэр Стивилизейшн 6 на последнем уровне сложности. Но подробности того, что тут происходит, какой у нас челлендж, что мы можем делать, что не можем в первой серии. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там перейдите к первой серии. Спонсоры канала уже все серии могут увидеть сразу, а не до выхода, а не по одной в день. Спасибо, Катя, спонсорам за поддержку. И давайте продолжим. Тут мы готовимся к третьей Баваро-Скифской войне. Мне это, Катя, напоминает пунические войны. Три пунических войны было, и где там один из сенаторов Рима постоянно выступал, говорит, что Карфаген должен быть разрушен. Вообще, типа, покровка должна быть разрушена. Но она будет не разрушена, конечно, захвачена будет. Тем более, что в Циве 6 невозможно захватить столицу и разрушить ее. Как вообще по-немецки будет? Наверное, покровка мусс дештертверден. Как-то вот так, наверное, будет. Покровка мусс дештертверден. На баварском, на чистом баварском только что поговорил. Так, во-первых, я хочу укрепить религию. Нет, вообще, давайте возьмем золотой век какой. Ну, исход евангелистов точно нет. Монументальность? Ну, как-то маловато у меня веры капает, чтобы монументальность брать. Ну, тут выбор. Либо монументальность, либо реформа денежного обращения. Одно из двух. Но! Я никуда пока не могу даже караваны отправлять. Видимо, все-таки монументальность придется взять. Просто потому, что я еще даже города особо не открыл. Союзов нету. А другие во что повыходили? Греция и Рим в золотой век. Византия. Македония. Ацтеки в нормальный. И скифы в темный. Удерживать города вообще будет еще легче. Ладно, монументальность беру. Так, теперь проповедуем верование. Межкультурный диалог. Ух ты. Было 26, стало 47. Плюс 18 науки. Нормально. Даже 19 практически. Это очень неплохо. Ну, кстати, я даже в среде не особо отстаю. Хотя по количеству тех отстаю. Как вы думаете, кто в лидерах из тех, кого мы не встретили? Мы не встретили еще... Мы не встретили еще... А, ну Корея, скорее всего. Что тут думать? То есть мы Корею не встретили. Не встретили зулусов. И... Кого я там еще ставил агрессивного? Чандрагута, что ли? Я уже забыл, кого ставил. Так, ну этот у нас сюда идет. Поселенец. Так, в связи с тем, что... У нас постоянно... Приходится заключать мир. К этой войне нам надо реально подготовиться. То есть этих все хапнуть. 100%. Так, карточка ж у нас стоит, да? Блин, а требушеты... Требушеты не требуют селитры, слава богу. Оказалось, что требуют. Так. 46 сила. А у латников 45. Как раз этот вылечится, этого апнем. И нам останется... Две катапульты. Улучшить. Ну как надо... Не могу сообразить, как нам лучше врываться. Вот как раз летучими отрядами, наверное, с этой стороны. Катапульты точно отсюда... Хотя... Ну просто... Компьютер точно будет именно катапульты обстреливать. А латниками отсюда пойдем, да? Так. Пингала, магнус... Магнусом я тут... Должен еще вот это все сначала убрать. Наверное, лян надо брать, раз мы уже взяли монументальность и будем покупать рабочих. Куда ее лучше? Наверное, в Кёльн. Подстоим, подождем. Так, издерахия в Мюнхен. Хочется, конечно, вот эти клетки выкупить с апельсинками, но... Деньги на другое нужны. Тропический лес восстановлен. Обратить в веру валетту. Создать рыцарей. Вызвести зрение для технологии военная тактика. Военная тактика там что я забыл? А, подожди, для технологии. При помощи копейщика. Ну, вообще, можно бы построить копейщика для этого дела. Ой, а Монсен Мишер могу где-то поставить. Блин, надо бы вот здесь, конечно. А сколько во франк... Блин. Почему вот франк... Ну, вообще, эта клетка лучше, да? Эта клетка точно лучше, чем та. Ну, короче, нам Монсен Мишель вот тут надо поставить. Но пока денег нет, ничего, это выкупить. Из-за Мюнхена надо тут вырубать, тут, тут, тут. Все вырубить. Под Мюнхеном. Так что, еще одного рабочего? Ну, блин, хочется... Он построится раньше, чем... А, так может тут копейщика, кстати. Вот, сделаем копейщика. Вдруг получится убить кого-нибудь. Так, ну, надо реформацию. У меня, что-то, монархия стоит. А реформация позволит дешевле за веру покупать как раз рабочих. Да, можно будет и поселенцы какого-нибудь может купить. Вот тут еще места, возможно, или нет. Вообще, больше мест... Ну, просто тут... Не, ну, кстати, комп вполне нормально города поставил. Наверное, их даже сохранил. Вообще, по идее, если мы покровку заберем, то эти могут даже по... Ух ты, Рим осуждает. Могут даже по лояльности начать отваливаться. Так. Город ставим сюда. Тут вот это обработаем. 470-й год нашей эры. Конечно, для пунических войн поздновато. Так, я думаю, что реально отсюда мы будем влетать летучими всадниками. с этой стороны. А отсюда надо латниками идти. Так, а где третий? Вот, он лечится. И тоже отсюда за латниками надо идти арбалетами. Блин, 64 силы у города. Куда это уже скиф мог выйти? Могла выйти. В рыцарей, что ли? Наверное, в рыцарей. Хотя, сила в два раза меньше, чем у меня. Ну, мне надо апнуть сначала будет три бушеты, иначе мой город просто не возьмем с такими стенами и с такой силой. Стены у нее только древние. Как раз ровненько у нас ганза построится, и мы можем кампус. Так, а здесь надо обработать камень, чтобы каменоломни еще давала ганзия соседства. Подождите, или ганзия она не дает? Там каменоломни точно дает... За каждый соседний коммерческий центр веду к дамбу. А я знаю, что надо ромашки для ганзы с коммерческими центрами делать. Это я все в курсе, если кто-то вдруг напишет, что ромашки... Вот самые крутые ромашки это правительственная площадь и ганза центр ЦК. Ганза ЦК, Ганза ЦК. Но в моем случае я не продумал мои центры коммерции, где поставить изначально. Вот это, конечно, надо было бы здесь ставить, например. Или этот центр коммерции. А вот тут, кстати, наверное, без вариантов, потому что дамбу-то нам больше тогда негде получается поставить. Но меня волнует соседство... Потому что если нету соседства с каменоломнями, то мы ее вырубим. Потому что смотрите, у промышленной зоны... Так... Вот. Плюс одно производство от клетки каменоломня. А у ганзы, походу, нет. Да, нет. Так что камень просто вырубаем тут. Так, тут я, по-моему, в храм и шел. Тоже Монсон Мишель можно... Ну что, поставим Монсон Мишель сюда. Клетка хорошая, правда. Тут город ее обрабатывает. То есть, что мне важнее? Четыре еды и два производства или две культуры? Мне кажется, четыре еды и два производства. Тут город как раз расти может вовсю. Давайте храм. 1400 силы у Рима. И он на другом континенте. Почему там никем не занимается, не знаю. Так. Ганза. Теократию ставим. Так. Содержание и меньше религиозный юнитик сил в психологической баталии это нам не надо. Что-нибудь тут универсальное боевые мощи против иноверцев. Тоже не надо, потому что скифы не иноверцы. это тоже пока не работает. Блин. И у меня легиархического наследия нету, потому что еще правительственную площадь не построил. Ладно, наверное, просто возьму. Ладно, караван давайте. Плюс восемь. Тут постоянно деньги нужны. Сколько стоит ап? 55. Вот так вперед пойдем латниками. За ними вот эти лучники будут. Так, вот селитра. А на моей конкретной территории нету, да? Ладно, тогда, наверное, соберем камень, чтобы ганза была. Тогда все центр коммерции надо ставить. Как раз соседство для ганза будет и денюжка. А этим рабочим пойдем селитру обрабатывать. надо будет врываться, убивать эти требушеты, хотя они не особо против юнитов будут работать и окружать покровку. Кстати, скифу-то хреново покровку защищать. У него тут проходы тяжелые. так, ну что, Петру 45 ходов. Мне надо этим рабочим чисто рудники поставить, чтобы хоть как-то строился. блин, Канди опять перекупили. Сука, можно. Так, ну мне надо... Блин, жалко туда двух послов отправлять. Давайте хотя бы одного. То есть сейчас мне Канди по-моему в войне не особо поможет, но чтобы он со мной не воевал хотя бы. как ни странно, вон кто-то валет очень сильно союзит. Обычно на валету не обращают внимания. Первый кампус только на 91 ход нормально. Ну, для это быстрая скорость на сетевой игре это считайте где-то 75 ход. Тоже не скоро. так, три хода, четыре хода можно строить. Строители как раз лян прибудет. карточка у нас на строителей стоит, да? Угу. Средневековые ярмарки с тремя и более районами плюс два к жилью. Ну, не то, чтобы... Может, союз с Александром заключить заключить военный. Пять золота в ход. А если еще присоединиться... А, он не встретил скифов. Ну, и смысл меня тогда в военном союзе с тобой. Любой другой мне не особо... мне надо ускорить. ладно, давайте может просто средневековые ярмарки, потом гуманизм как-то так. Пока дипломатическая служба получается не особо нужна. Так, ну вот расселение в общем-то закончено. Теперь только завоевание. Я, наверное, одного требушет апну и уже начну войну. Иногда вон рыцари точно. Весел из-за ларч может венчур больше. Ну, рыцари типа посильнее, чем летучий отряд. тяжелая кавалерия, карелия, блин, тяжелая кавалерия, летучий отряд легкая. да, следующим ходом объявляем войну. Здесь я тут Петру построю, будет очень здорово. Нам бы еще Наску найти и Гейдельберг вообще будет огонек город. Дальше библиотеку или мастерскую? Наверное, мастерскую. Что с чудесами? Ападана у нас тут типа строится. Монсен А, кстати, Монсен Мишель может здесь поставить? Хотя бы на один район? Давайте реально. Так, что еще? Катакуин. Надо вырубить сначала лес. Так, собор Василия Блаженного вполне. Но его бы, конечно, в каком-то... То есть его можно и построить. То есть его бы лучше где-то здесь поставить. Вообще в трире вот сюда его поставить. Вот на эту клетку было бы здорово. И килва здесь может. Но килва бессмысленно, потому что она только на побережье ставится и ни одного района у меня тут рядом нету. Так что ее нету смысла. Чеченица, кстати, где-нибудь тропический лес имеется у нас. Тоже нет. Ну и все. Видите, есть проблемка с игрой через Людвига, что для постройки чудес, даже для начала их строительства, требуются определенные условия, могут и не выполняться. Блин, минус два. Нельзя на производство переключать. Через два хода просто город вообще умрет сразу. В общем, я постоянно с удовольствием так в этой партии. Фигово. Я возмущен. Я возмущен, и мое население возмущено моим правлением, видимо. Арбалеты просто сразу за латниками пойдут. Можно стриме открыть. Не знаю, как я тут копейщиком кого убью. Наша империя скатывается в нищету. Ну, извините, у нас, по-моему, что-то тамирис, да, золота в ход дает. Так, соседство театралки, два жильют тремя районами, наверное, ничего из этого мы... Так, вот анкарват можно пососедствоваться к ведукам. Блин, только здесь, что ли? Ну, я могу еще здесь, но тут слишком крутая клетка, чтобы сюда анкарват ставить. Так, анкарват мы тоже нигде поставить не можем пока. Так, пора вот этот лес вырубить. Дальше апнем, наверное, пингалу. объявляем войну. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Сохватить рабочего. Кажется, кого-то из летучих вот этих отрядов убьют. Следующим ходом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три заряда у строителя. Ну, если он сейчас город атаковать не будет, ладно, захватим. Какой-нибудь сюда встану, чтобы с одной клетки можно было атаковать. Тут может вот сюда пока встать. Нету смысла, конечно, укрепиться ставить, оно не работает на верховые юниты. То есть, они не получают никакой плюс к силе. Так. Перчик обработаем. Кстати, тут, видимо, горел лес, потому что это слишком крутая бонус. Или у перца такой уже бонус. В принципе, я уже подзабыл, честно говоря. а подожди, а может я я сейчас ему могу предложить. Нет, он все-таки Тамерис не встретил еще. Стоп. По-моему, я у него должен спрашивать. Нет, тем не менее, он не встретил Тамерис. Это у него должна быть вот это присоединиться к идущей войне, так как у него нет, он не встретил Тамерис. Так, еще у нас две войны. Ацтек воюют с Византией и с Александром. Ацтек и городов. Семь. Почему один из них Кардив. Он захватил Тепишпан. Тепишпан, но звучит по-цтекски. Я думал, может, он у Византии что-нибудь захватил. Так, у Византии тоже все византийские города. И у Македонии тоже все македонские. Никто ни у кого ничего не захватывает, я смотрю. Кроме меня. Так, что тут дальше мы строим? Явно где-то кампус крутой. О, плюс 4. И тут плюс 4. Но тут овца, а тут лес. Надо будет вырубить, наверное. Давайте тогда еще строителя пока. Чтобы не зря лес потратили. Средневековые ярмарки ничего не меняем, я думаю. Вообще можно скидка в апе поменять, потому что мы уже все апнули. походу ремесленники надо ставить. так, осадная тактика. 30 туризмов входа. Вообще я должен тут уже неплохо влиять туризмом. А, первая горга. Да нет, не особо я тут влияю туризмом. Ладно. И дальше пока в гуманизм. Потому что гуманизм мы точно не ускорим. Ну, у меня сейчас кажется какой-то юнит должны убить. Вот у меня вопрос на требушете он будет фокусироваться или на чем-нибудь другом. Мне бы хотелось конечно на чем-нибудь другом. Арбалет убили. Это конечно выезд требушета очень интересный. Так, требушет по покровке очень неплохо работает. То есть мы его не ваншотаем, да? Это не очень удачно. Мне надо этот требушет подвозить. разведданные о передвижении против... Откуда у нее? Это что-то такое, что она в книгопечатании уже? То есть скифы вышли в книгопечатании? охренеть. Что-то больно. Так, ладно, стоим. так надо делать. И покровка в осаде. Так, арбалет убивают. Так что мне лучше туда, наверное, не подходить. Блин, латники уже хреново работают. Что-то я опять опять как-то не подготовлено. Так, значит, нам тут осталось в общем-то вот этот лес вырубить и Магнуса можно будет пересаживать. Или там с пингалой поменять. нет, Магнуса нам надо пересаживать куда, кстати? Тут особо вырубать нечего. 21 ход Петра. осады не позволяет восстанавливаться стенам и здоровью. храм храм готов. Когда Лян приедет? А, уже приехал. Значит, покупаем тут строителей и строим тоже. Так, денег нет, но вы держитесь. Не хочу на эти клетки катакуинс ставить, просто не хочу. Кстати, а кампус нам в этом городе хоть куда-то можно впиндюрить? Нельзя. Литье порох. Знаете, что, военный лагерь построим в Берлине. он нам все равно понадобится когда-нибудь. Так, какой юнит сейчас нам убьют? Ух ты, как там повезло. Пока с латником. Странно, что он рыцарем не приатаковал. Мне кажется, следующим ходом этого латника могут и убить. Знаешь, что, дальнобойных атак возьму. Так, этого сюда всовываем. Тут обстреливаем. Нет, двумя трюбушетами, я думаю, что мы возьмем покровку таки. Блин, уж надо подходить. Но они как-то убивают арбалеты. Но мне надо этого рыцаря обстреливать. Ну, просто арбалеты второго уровня. жалко. Строитель, наверное, можно и тут подержать. Он вернется. Какой-то латник он спешит на помощь. Может, выйти все-таки этим арбалетом. Как-то так. Если кого-то из них убьют, у нас еще один арбалет будет обстреливать. Так, вот тут уже доступны районы. Я просто священное место дострою и сразу Ганзу, наверное, начну здесь. Так, пошли к Майнцу. Здесь хлопок. Странно, что у меня никто ресурсы не покупает. Блин, я там все рабочего сейчас могут поймать. Вообще, сейчас вот так подвинется и все. Так, минус арбалет, минус арбалет. Мега извержение не у меня. Хотя копейщикам не могу его атаковать. Так, ну, следующим ходом мы, по идее, стены снимаем. Нету смысла тут латниками нападать. ну, получается надо сюда ставить театралку, просто потому что хорошо, может какое-то чудо достроить? Тут у нас Ападана стоит. Тут Монсен Мишель может Ападану достроить, нет. Ападана как нормальное чудо. Дает послов. что-то она еще дает. Блин. Тут посмотреть. все, только двух послов дает? А, две ячейки шедевра. Две ячейки шедевра. ну, честно говоря, так себе, на этом этапе я имею ввиду. Так, ну, наверное, и Магнуса уже пересаживаем. Те у нас, что вырубать побольше есть в Кельне, пшеницу и скот собрать, да? Мы можем вообще переключить это на Мюнхен еще пока. Давайте, наверное, пока ставим Магнуса следующим ходом уберем его. Тут вырублю пшеницу, просто переключив Мюнхену, отдав. И я, собственно, тогда не начиная тут строителя строить, я начну тут Ганзу строить следующим ходом. Так, во Франкфурте тоже Ганзу. рудник сюда построим. Тут стоим в защите. Не подходим, потому что под военный лагерь нам убьют просто этого. Хотя рыцарь может там рабочего захватить. Ну что, минус рабочий у нас тут. Мы его вряд ли сможем отбить. собрать овец или обработать. Соберу. Так, тут откладываем производство на один ход. Кого сейчас убьют? да, я боюсь расселяться. Никого не убили? Ну вот, вольные города захватили рабочего. И вышли в возрождение мы. Чуть-чуть стена осталась. Ну я думаю надо атаковать, чтобы стены убрать. Я забыл, что рукопашные по стенам не будут у меня бить из-за осадной башни. Так, все, в покровке нету стен. Не атаковал арбалетами, что хочу арбалетами обстреливать. Так, по идее мы должны сейчас вот этого парня убить именно что копьем. Ее. Выполнили задание. Военную тактику продвинули, но я бы открыл именно пикинеров. мне кажется, покровка следующим ходом должна упасть. Спрячем рабочего, чтобы нам... продвину бы что-то построило. Это до рода, что-то находится. Жаль Ганза плюс 3 Плюс 4 Плюс 3 в пустыне А центр коммерции Где мы можем Я бы типа Где-то центр коммерции, где-то Ганза Тут ставил, только проверим Это у нас какая река Рейн, то есть у нас на Рейне Вот здесь А это Одер Написано, блин, а тут Рейн Фак, у меня на одной Из этой клетки нужно, придется Ставить Одну из этих клеток должна быть Дамба Ну походу сюда А, подождите, а мы можем на месте Вот этого Монсен Мишеля Правда не факт, что его построят Когда-нибудь Ну короче, мы можем здесь Центр коммерции от Гейдельберга Поставить, тогда здесь Соответственно Ганзу А здесь центр коммерции Ну что, давайте сюда Ганзу Тогда Или здесь дамбу, например Тоже тут центр коммерции Ну как-то так Не знаю, давайте предварительно поставим Так, а почему здесь дамба Ну, может она не ставится, потому что Типа тут еще строится Туда Здесь либо угонят Так, переключаем Так, переключаем Пшеничку Вырубаем Возвращаем обратно Ставим Ганзу Так, ну теперь можно Магнуса и пересаживать Я все-таки еще не решил Куда Ну что, во Франкфурте Вот эту клетку мы можем собрать И все, да В Ахене Я даже не уверен, что тут надо Этот лес собирать Как и в Трире В Майнце Ну, тоже слабенько Ну просто В Мюнхен надо Пингалу посадить, конечно Может реально Просто с Берлином Поменять местами Не особо много Где вырубки Можно делать Ладно Просто меняем местами С Берлином Это так вроде никакие районы не предполагаются так что треугольничек сделаем из ферм я может добить уже религию до конца так сколько у нас тут плюс 6 канза то есть это без соседства самом деле на 12 красиво так камп не дают строить водяная мельница тут тоже не совсем нужно ну давайте строителя некоторого сейчас уйдет отсюда варвара мы сможем строить дальше вопрос как на сейчас тут юнитов убьют военный лагерь обстрелял копей это все то все что сделал скиф сейчас этим ходом вот и can прикол так ну что берем мы покровку вроде должны умрет и я взята я же говорил покровка мусты стартенверт дсс штортен косвик этом произношение должна быть захвачена ну падение падение столицы скифов означает окончание этой серии господи третье уже бавара скифская война и только сейчас мы смогли забрать этот город окно тут можно наверное и поатаковать уже рыцаря по что он у него намного меньше силы теперь будет да поздравляю всех всех поздравляю кто играет параллельно со мной расскажите на каком ходу вы покровку взяли тут ремонтируем что было поломано на этом все продолжение в следующей серии спонсоры канал уже могут поискать продолжение в плейлисте ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии спасибо что смотрели играйте в умные игры всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео